Друзья, всем доброе утро. Сейчас надо заехать в хозяйственный магазин, потому что почему-то вещи для дома очень быстро заканчиваются. Для стирки, для мытья посуды. Так, иду. Антон стоит на аварийке. Здесь парковаться вообще негде. Пока еще немножко свежо. Я же говорю, часов в 11 уже будет жара, поэтому не одевала я джинсы. Иду так. Да, этот магазин, вечно у них какие-то коллекции двухцветные. Сейчас оранжевый и зеленый. Прикольно. Надо взять эту штучку. Салам. Так. Так, ребят, вернулась я за этой тележечкой. Возьму вот два этих ваниша. То есть одна 12,90, а две на 20. Возьму. Так, потом вот моющая. Фейри за 10, полтора литра. Ого. Не, ну мне эти модели так прям нравятся. Там еще помехцы, блин, была стевия, короче. Но решила ее не брать. Если человек будет от 30 шекелей, то стевию можно было купить не за 35 пачку, а за 10 шекелей. У меня чек был на 40 шекелей. Ну, я стояла-стояла, короче, думала-думала. Думаю, ладно, короче. Не купила. Иду, лечу. Мы уже опаздываем из-за того, что я в магазине долго зависла. Купила моющая для посуды, ваниш-отбеливатель, зубную пасту. Всего по два. Кроме моющего, потому что там, блин, полтора литра бутылка. Капец. Ну вот, как я и говорила, солнышко вышло. И уже даже очень тепло. И, кстати, на сегодня на ночь уже передают дождь снова. Ну, блин. Как я эти дожди люблю. Кто б знал. Капец. А шо там такое? Как она въехала? Или он? Кто куда въехал? Мужик въехал. У меня есть пока немного кого. Сновилась все движение, блин. Капец. А, это он его в бок так бахнул. Ё-моё. Я сначала услышала только звук, удар сильный, потом как вот этот маленький пиат, короче, летит на бордюр, а походу вот этот вот микап ехал в него, то есть на перекрестке ударил вот так вот в бок, что этот маленький пиат просто летел. Я так встала, тоже с краю дороги. Пошла я, все, ну его нафиг смотреть на это. Капец. Вот так и снесли нафиг, я в шоке. С такими авариями на ровном месте, просто я в шоке, оу, фу. Ну, живой-то живой, но непонятно, что там с ним внутри. Сидит он, не выходит с машины, но удар был такой конкретный. Да, теперь там пробка километровая будет. Я уже далеко прошла, машина стоит, конечно же, они будут вызывать. Особенно на перекрестках, сколько раз я в шоке просто. Я особенно, когда такое посмотрю, у меня вообще потом типа этот от машин. Капец. Почему я и боюсь. И даже когда рядом сижу, вот муж за рулем, и я сижу рядом, и кто-то, когда вот на перекрестке выезжает там слева, вот сейчас меня мужчинка пропускает, ждет. Причем долго ждет, я не думала переходить. Он стоит, ждет. И когда мы едем, в принципе, я знаю, что это бесит водителей, когда ты стоишь на пешеходном просто, но не переходишь, они останавливаются. То есть, поэтому я не поступаю так же. То есть, если ты хочешь постоять, то не стой возле пешеходного, потому что, ну, водитель не может расценить. Переходишь ты улицу, не переходишь, что ты вообще делаешь, вот. Так вот, короче, когда мы едем, и особенно на перекрестках, машина выезжает там где-то, да, вот со стороны сбоку. Блин, я же закрываю глаза, мне настолько страшно. Какое мне там водить, какие права, о чем вы вообще? Я боюсь жутко. Я на месте, как бы, пассажира сижу, и то закрываю глаза, потому что мне страшно. Вот бабушка сидит. Сколько тебе годочков бабушка? А вон дедушка. Ну, реально, лет по 90 водят здесь машину. Офигеть. Вот какая у них может быть вообще реакция, не могу понять. Тут у молодых, да, не срабатывает и зрение, и вообще, ну, не знаю. Какая может быть у такого человека реакция, если он в априори еле ходит, еле видит там что-то. Вот сейчас авария, а там сидит молодой парень. Я же говорю, если, конечно, он не пьяный, то, ну, какая-то же причина есть. Что-то кто-то не среагировал, кто-то что-то не успел, кто-то где-то как-то, ну, в общем, вообще не прикольно. Что-то, чтобы там было все нормально со всеми. Авария, это, конечно, жестко. Так, я вот сейчас перейду на светофор. Фиг знает где от пешеходного, потому что я не успею дойти, пока зеленый горит. Вот так, наискосок. Здесь в автобусах установили такие звуки. Сейчас на работе слышно. Не, не слышно у этого. Как у троллейбуса звуки, потому что они слишком близко проезжают тротуаром. И чтобы не зацепить человека, вот звук этот, у них, по идее, должен звоночек быть. Вот, поворачивает, но почему-то звоночка нет. Странно. Подключали, что ли, поездили немножко, как новиночка. И все, да, и выключили уже эту функцию. Ну, очень близко, и такие автобусы здесь огромные. С учетом того, что дороги очень узкие. Я уже молчу за повороты. Где такой махине развернуться? Так, ну, а я сейчас хочу на ярмарку зайти. Кое-что там посмотреть. Вот. Так что. Везде он родненький есть. Да, пока, конечно, эффекты и результата я не чувствую после массажа. Ну, и времени мало прошло, конечно же. О, какое... Какие финики. Ну, возможно, слишком мало времени прошло. А тут еще опять дожди. То есть то хамсин, то жара, то дожди. Как бы это, в принципе, не очень. Там и на давление. Вот. Поэтому все это в кучу. Не знаю, посмотрю. Посмотрю, как бы, пару дней. Когда чё. Если что. Ну, не хотелось бы, конечно, еще идти на массаж. Потому что за каждый массаж 50 шейкерей. А у меня осталось 5 процедур в этом году. В принципе. И он, небось, стоит на зеленой, да? А, не, она классная. Уже жарко. А, не успели. Не знаю. Я очень надеюсь, то, что в течение пару дней перестанет меня беспокоить. То, что беспокоит. От светофора к светофору, блин. Одни переходы. В тени еще нормально. Но на солнце... Ой, фу, жарко. Несмотря на то, что я сегодня, ну, как бы, платье, оно чисто вискоза. Как бы такое, и не в обтяжечку. То есть, нам все равно жарко. Какое... Это что-то новенькое. Магазин люстр, видимо. Так, вон такие бочки зелени установили новые. Вот такое вот прикольное. Тоже сезон. Вот апельсинов, мандаринов. Мандарины. А вот апельсины. По 4,90, кстати, ребят. Бананы прям такие желтые. А бананы по чем? По 3,90? Если по 3,90, то это вообще нормальная цена. Очень даже нормальная. Не пойму, картошка. Не пойму я. Ботата. Да, я думаю, все-таки бананы по 3,90. Зато лимоны по 6,90. Причем, ну, не очень такие прям хорошие. А бананы по 3,90? Ну, такие даже желтые. Потому что здесь как-то, не знаю, вот. Не нравятся мне бананы. Они в основном продаются какого-то зеленого цвета. А тут прям такие желтые-желтые. Как бы. И если еще полежали бы денек, то я думаю, были бы и вкусные, и сладкие. Вот я пересекаю свою улицу. Дрор. Лима дома, как говорится. И двигаюсь дальше. Так, иду я на ярмарку, которая находится на улице Шмоткин. Это недалеко вот туда вот, туда вот поворот. Там Кэшет. Вон Шуферсаль. То есть, как бы, достопримечательности, которые рядом возле этой ярмарки. Здесь, в принципе, она такая самая большая, которая есть у нас в Ришине. Некоторые люди на улицах в масках сейчас. Боже, это очень жарко. Это нечем дышать. Я в больнице одеваю, да там кондиционеры, и очень жарко. Это на улице. Что-то навесиков здесь, смотрю, вот мало. А на открытом солнце ходить как-то очень в башку печёт. Так, будем смотреть. Да уж. Тут с одним уже даже сцепилось. А то он мне, видите ли, сдачу не так даёт. Тоже мне не додал, ещё и доказывает, что там. По-любому. Так. Что тут по чём? Я в шоке. Не переговоришь их. Просто не переговоришь. Ужас. Цены ставят одни, а продают по другим. Ещё и что-то там возбухает. Обалдеть. Вот эти вот, по-моему, формы, они покупают в Максстоке. Для запекания. Блин. Вот я такую вообще за 90 шекелей купила. Чё за 80. Боже, как я. Боже, какой. что это за цветок реально крутой что это за цветок крутой вообще это такая орхидея, капец ну, говорит так во всяком случае спацифилиум маленький это орхидея, но это я знаю, что орхидея три пакуса на 50 слышу, говорит, пальмы не, ну вот это а это, походу, ибискус ладно, боже у меня уже 20 пакетов короче, ярмарка без следа не проходит да ребят, уже новый год я не знаю это да и и и Марина снова Возьму пончики, зараза, продает Пончики Ребят, ой, а так темно как-то Я еще шелестю Вот, ребят, пончики, короче Это уже к Ханаке, походу Тут что-то красненькое Выглядывает Джем, видать На Ханаку все этими пончиками Будет обжираться Просто Короче Марина, еще тебе раз Привет с пончиками Короче, смотрю, смотрю Ребят, на ярмарке Вот сегодня я купила себе пижамку Вот такую домашнюю, недорогую Так чисто побегать Дома и поспать Как бы и не жалко И что-то такое свеженькое Вот такая вот Рассветочка Свеженькая А тут я уже совсем А уже, видите, тучи Начинают загущаться Короче Наверное, таки будет дождь Прогноз погоды Видно, не обманул Так что, ребят На этом я заканчиваю свое видео Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь Ставьте лайки И всем пока До завтра Продолжение следует